Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке естествознания мы изучим, какими бывают почвы. Цели нашего урока исследовать плодородие почв в зависимости от состава, планировать и проводить эксперимент, фиксировать результаты проведенного эксперимента по составленному плану в виде диаграмм, формулировать выводы. Почва – это верхний рыхлый слой земли, на котором растут или могут расти растения. Я сегодня на уроке вам предлагаю стать научными сотрудниками, которые изучают свойства и состав почвы. Хотите? Тогда начнём работу в научной лаборатории. Научные сотрудники работают по плану. Я предлагаю план работы на уроке. Изучите его. План работы. Что такое почва и как она образуется? Из чего состоит почва? Свойства почвы. Приступим к работе, следуя плану. Так что же такое почва? Внимательно рассмотрите верхний слой. Какого он цвета? Сделайте вывод. Верхний, тёмный, рыхлый слой земли называют почвой. Основное свойство почвы – плодородие. Какие бывают почвы? Почвы бывают песчаные, чернозём, глинистые. А сейчас, ребята, мы с вами проведём опыты. Опыт номер один. Возьмите стакан с водой. Бросьте туда комочек почвы. Что вы наблюдаете? Из почвы выходят пузырьки воздуха. Значит, в почве есть воздух. Опыт номер два. Возьмите бумажную салфетку. Насыпьте на неё немного почвы. Плотно придавите её к бумаге. Стряхните почву обратно в стакан. Что вы наблюдаете? Мы заметили, что на салфетке осталось мокрое пятно. Значит, в почве есть вода. Опыт номер три. Возьмите стакан с водой и почвой. Что видите на поверхности воды? Что видите на дне стакана? Рассмотрите внимательно муть, попробуйте сделать вывод. В почве есть песок и глина. Опыт номер четыре. Увлажни образец почвы немного. Возьми почву в руку, сделай комок. Попробуй из комка сделать колбаску и свернуть её в кольцо. Что получилось? Вымой руки с мылом. Получилось прочное и гладкое колечко? Это глина. Не получилось скатать в колбаску? Грунт песчаный. Кольцо прочное и концы склеились. Только колбаска немного потрескалась. Тяжелый суглинок. Кольцо прочное, но кое-где распадается. Среднесуглинистый грунт. Колбаска скатана, но распадается при попытке свернуть её в кольцо. Супесчанный грунт. Главная часть почвы – это перегной. Из перегноя под действием микробов образуются минеральные соли. Их используют растения. Растениями питаются животные. Когда растения и животные умирают, их остатки под действием микробов попадают в почву и превращаются в перегной. Чем больше в почве перегноя, тем выше её плодородие. А как вы понимаете это слово «плодородие»? Назовите его основу. Из каких слов оно состоит? Плодородие – способность почвы рождать плоды, производить богатую растительность, давать обильный урожай. В плодородной почве лучше растут растения. Это главное свойство почвы. А какие же животные обитают в почве? Животные, обитающие в почве, делают в ней ходы, куда легко проникают вода и воздух. Улучшают свойства почвы дождевые черви. Передвигаясь в почве, они разрыхляют её. Дождевые черви затаскивают в свои норке большое количество растительных остатков. Мелкие бактерии превращают остатки растений в минеральные удобрения. Так они обогащают почву перегноем. В почве живут различные насекомые и их личинки. Миллионы бактерий. В земле роют свои норы мыши, кроты, суслики. Состав почвы – вода, воздух, минеральные соли, глина, живые организмы, песок, остатки растений и животных. Нуждается ли почва в защите? Земля только тогда добра и щедра, когда люди к ней добры, и когда они умело землю обрабатывают, пашут, удобряют, поливают. А теперь подведём итоги. Так что же такое почва? Какой состав имеет почва? Назовите основное свойство почвы. Какие живые существа есть в почве? Какие почвы встречаются в нашей республике? Сегодня на уроке вы узнали, какими бывают почвы. На этом наш урок подходит к концу. Надеюсь, вы усвоили весь материал. Вам было легко и интересно. До свидания, ребята! До скорых встреч на уроках естествознания.